Здравствуйте! В эфире «Земля и люди» – программа для жителей села и его окрестностей. Умирает российское село или возрождается? Споры на этот счет идут последних несколько десятилетий. Наверное, года с 92-го, с начала новых современных аграрных реформ. И по сей день эти споры не утихают. Одни говорят, что село практически умерло, другие, наоборот, говорят, что село на подъеме. Мне кажется, правда, где-то посередине. Да, у нас умерло немало сел и деревень. Они просто исчезли с лица земли. Но при этом у нас немало сел и деревень, которые живут полноценной жизнью и умирать не собираются. И когда я нахожу очередной пример вот такого активного развития села, мне всегда хочется в своей программе об этом рассказать. Показать пример, как, за счет чего в современных условиях можно развивать село. И сегодня очередной такой пример села, которое активно развивается. Все здесь заселены, здесь в одном доме у меня уже живут. За последний год каких только делегаций в селе Ильино-Заборское не побывало. Сюда едут и учителя, и аграрии, и работники культуры, и депутаты всех уровней. Красных ленточек за это время здесь перерезали столько, что ими можно целую первомайскую демонстрацию украсить. Месяцы не проходят, чтобы в Ильино-Заборском очередной объект не открывали. Основное это создавать условия не только на производстве для людей, но и для того, чтобы люди оставались, нужно создавать условия проживания, социалка. Поэтому у нас вот мы постарались войти максимально во все программы, которые присутствуют сегодня. Ну, пусть не во все программы, но в основном. Но начиналось все именно с перемен в производстве. В 2016 году в Ильино-Заборском построили первый корпус нового животноводческого комплекса. В 2019 таких корпусов было уже шесть. Где-то в 2019 год, по сути дела, вот эти шесть зданий были построены. Плюс ко всему, если посмотреть, там же коммуникации, то нам нужно подвести воду, подвести тепло, отвести навоз удаление. У нас же там гидросмейф, и все это уходит в эти навозохранилища, так называемые лагуны. И это все за три года. И когда вот это было построилось, я тогда понимал, что производство-то хорошо, но люди это прежде всего. Нет в Нижегородской области сегодня сельхозпредприятия, где бы не ощущалась нехватка кадров. Ильина-Заборская – редкий пример, если вообще не единственное исключение, где желающие работать в хозяйстве в очередь стоят. При этом Ильина-Заборская – настоящий медвежий угол. Отсюда до райцентра 60 километров. Но желающих переехать сюда жить и работать с каждым годом становится все больше. Сегодня кадровая политика, она как раз и заключается у любого руководителя создавать не только хорошие условия на производстве, но это все же и жилье, это социальные условия, это вода, когда есть в доме, это когда есть тепло централизованное в доме, когда вот такие вот дороги есть вокруг дома. В 2019-м, когда строительство животноводческого комплекса было завершено, Алексей Степанов взялся за более глобальную задачу – сделать так, чтобы народ не бежал из села, а наоборот стремился бы сюда приехать. Что для этого нужно? Работа, она есть. Есть сельхозпредприятие, есть фанерный завод, соцсфера, школа, детский сад, дом культуры, спортивные и детские площадки. Все это в селе было, но не современные, старые, требующие модернизации, осовременивания, так сказать. Ну и, конечно же, жилье. Современное комфортное жилье со всеми удобствами. Вот с этого здесь и начали. Мы ведь каждый год до этого и строили. Где дом, где два, где, может быть, и не построили дом, год пролетел, потому что, ну, и финансы, возможно, как бы и не позволяли. Ну, а когда такая программа появилась, и здесь уже мы просто были, ну, как-то, я не знаю, аккуражены такой программой. И как-то вот все подключились, именно заброска территории, администрация. Шанс такой нельзя упустить. И работали мы все, вот, именно законодательная власть района, да, или округа, исполнительная власть. Ну, вот, и все, от кого зависело, были одной единой командой. Поэтому у нас все получилось. Речь о федеральной программе комплексного развития сельских территорий. Она стартовала в России в 2020-м. Ильина Заборская вступила в программу в 2021-м. В программе восемь различных направлений развития. Можно выбрать одно, можно несколько. В Ильино-Заборском решили использовать эту возможность по максимуму. К сожалению, наверное, все-таки это единственная точка на карте Нижегородской области, где-то реализуется в полном объеме. Мы видим здесь спортивные площадки, мы видим поддержку культуры, мы видим газификацию села, построенная дорога. Строится достаточно активно жилищное строительство идет, строятся индивидуальные дома. И это совершенно правильно для сельского жителя. Это привычно и удобно и комфортно. В то же время, с претензией на очень современные городские поселения, видим уже, пускай еще не до конца благоустроенный жилищный комплекс, молодежный жилищный комплекс, но видим уже его очертания. Это действительно красиво, это комфортно, удобно. Вот именно так должны развиваться села. Не случайно мы сегодня сюда привезли всех руководителей представительных органов власти Нижегородской области для того, чтобы увидеть действительно комплексное развитие сельской территории. Потому что частично есть везде, во многих районах у нас есть, где-то занимается водопроводом, где-то занимается газификацией, где-то подремонтировали дороги по программе. А здесь вот именно комплексное освоение. И вот за такими решениями, за таким развитием сельских населенных пунктов, будущее я в этом абсолютно убежден. Председатель областного законодательного собрания не случайно пригласил в Ильина Заборская всех глав местного самоуправления районов области и депутатов законодательного собрания. Сам он в последние два года приезжал сюда регулярно, и перемены в селе происходили на его глазах. И сегодня, когда есть в регионе такой пример, Евгений Люлин уже не предлагает, а требует от районных властей брать этот пример за образец. Это самая системная программа, действительно, возможность для развития сельских территорий. И на нее нужно, может быть, все собирать в эту программу. У нас существуют там десятки различных программ. Может быть, все, но сделать, чтобы она действительно заработала не как у нас. Вот три года программа, и мы видим один положительный пример на всю Нижегородскую область. Действительно, один положительный пример. Именно комплексном развитии сельских территорий. Значит, что-то заложено не так. Что-то реализуется не так. Комплексности нет. Потому что нам, Николай Константинович рассказывает, вот там мы построили два дома в этом районе, в этом районе дорогу провели, в этом районе отремонтировали дом культуры. Но эта комплексная программа, конечно, не имеет никакого отношения. Мне кажется, это можно просто оценить работу районов, которые вообще не участвуют в этой программе. Может быть, там какие-то совершенно сумасшедшие проблемы, которые мешают. А может быть, просто не хватает, простите, активности, инициативы и настойчивости. Ну, не должно такого быть. Не должно. Ну, мне кажется, вот мне было бы стыдно, например. Чтобы сидел, слушал, видел, и сам ничего не сделал. В своем районе ничего не сделал. Не понимаю я такого подхода, честно. Посмотрите внимательно, проанализируйте, сядьте вместе с главой администрации, подсуждайте, что не так. Председатель законодательного собрания во многом прав. Чтобы вступить в федеральную программу комплексного развития сельских территорий, недостаточно просто заполнить пакет документов и отправить их в Москву. В Семеновском районе для реализации этой программы создали целую команду. Идейным вдохновителем, конечно же, был руководитель местного сельхозпредприятия. Но вместе с ним активно работали глава сельской администрации, глава местного самоуправления района, управление сельского хозяйства, областной минсельхоз. Мгновенно решались все вопросы. При малейших сомнениях или замечаниях кто-то из команды ехал в Москву и объяснял, доказывал, убеждал. В итоге все получилось. На реализацию программы Ильине Заборскому выделили более 300 миллионов рублей. Еще раз говорим, невозможно выстроить современное производство, развивать его без людей. А для того, чтобы люди пришли на производство, нужно, конечно, создавать условия на территориях для комфортного проживания. И здесь руководители сельхозпредприятий, конечно, должны найти свою роль, свою значимость. Без них у нас ничего не получится. Важно, что здесь очень мощное сельхозпредприятие. И не было бы никакой программы КРСТ, если бы не было предприятия, вот такого сельхозпредприятия. И вот это, пожалуй, самый главный момент. Деньги на эту программу дают только при условии софинансирования. Хозяйство Ильины Заборской вложило в развитие села более 20 миллионов рублей. По сути, Алексей Степанов отдал на это свои собственные деньги, поскольку он собственник хозяйства. Но в результате бюджет дал селу в 15 раз больше. И сельхозпредприятие благодаря этому решило многие свои проблемы. В первую очередь кадровую, обеспечив себя работниками на десятилетия вперед. Мы видим, что можно сделать с помощью таких программ. Я услышал слова, у нас нет проблем с кадрами. У них нет проблем с кадрами. Специалистов, работающих просто. Потому что люди живут в нормальных условиях. Люди видят перспективу. У людей нормальная заработная плата. Им есть где лечиться. Есть где учиться детям и так далее и тому подобное. Так на что же конкретно пошли эти средства? В первую очередь это жилье. В селе построили несколько десятков новых домов. Причем к строительству жилья здесь подошли творчески. Положено по социальным нормам на одного члена семьи 18 квадратных метров. Так и сделали. На четверых в доме 72 квадратных метра. Жилых. Но при этом чердак в доме высокий и просторный. И при минимальных вложениях, сделав внутреннюю отделку и подведя трубы отопления, жилую площадь можно легко увеличить в два раза. За дом мы ничего не платили, ничего не вкладывали. То есть нам построили, дали нам денежку. Мы подобрали под себя обои. Выбрали линолюн, то есть свет. И все сделали. Мы только выбрали. И все. Мы только, естественно, покупали мебель для себя, чтобы заехать, жить. И все. То есть мы сюда, в этот дом ничего не вкладывали, кроме мебели. Вот есть хороший проект. Не нужно мучиться и создавать что-то свое. Если людям нравится, нужно просто пропагандировать это. И это будет проще, во-первых, документы делать. Да и представительство дешевле. Но ведь главное убраться в определенную сумму. Это да. Вы видите здесь как? Грамот. Интересный, грамотно все сделано. Мы изначально видим комплексный подход к строительству малоэтажного домостроения, к строительству индивидуальных домов. И в чем он заключается? Ну, во-первых, коммуникации, которые необходимы для проживания, это электроэнергия, газ, система канализации, она находится практически на площадке строительства. Необходимо только подключить данный дом к уличным коммуникациям. Надо сказать, что участие района в программе комплексного развития сельской территории, это и подразумевает не только строительство индивидуальных жилых домов, но и благоустройство строительства объектов, социальной инфраструктуры. И здесь вот это реализовано в полной мере. Дома, которые мы посещали, они отвечают современным требованиям к удобству, к каким-то современным тенденциям и технологиям, которые сейчас мы видим. Хотел бы сказать еще, что подобный пример, он достоин того, чтобы его транслировать и в других территориях, потому что именно таким образом и задумана программа реализации комплексной развития сельской территории. В преддверии нового 2022 года в Ильино-Заборском опять перерезали красные ленточки. После глобальной реконструкции здесь открылся дом культуры. Ну, а самым масштабным событием стала газификация села. Мы ждали этого долго. Мы спасибо Алексею Владимировичу тоже всем, кто пришел. Почему? Ну, всем спасибо. Всем, всем, всем. Я говорю, всем большое спасибо. Это самое большое, что у нас есть. Мы помогали по котлам, мы покупали их. Они выплачивали не сразу. Кто там за три месяца, кто за четыре месяца. Нет, нет. Очень, очень радуюсь. Очень хорошо. Спасибо большое. И для села это большое дело, конечно, и очень хорошо. Местный дом культуры изменился до неузнаваемости. Просторное светлое фойе, современный зрительный зал, сцена со специальным покрытием для танцев, масса помещений для кружков и даже зона релаксации. Здесь у нас будет ездить и хореограф. Мы к этому стремимся. Обязательно два раза в неделю. Мы очень этого хотим. Далее. Никогда здесь не было тренажерного зала. Очень многое населения просили. И вот специальное отдельное помещение будет выделено именно под тренажерный зал. Мы сделали отдельную комнату для вокального исполнения. И дальше будет развиваться декоративно-прикладное творчество. Сейчас у нас в Дом культуры, в Центральный Центр культуры и искусства, пришли новые замечательные мастера. И мы также сюда один-два раза в неделю будем на нашем транспорте, на отдел культуры, приезжать и детям преподавать. В селе уже построен центральный водопровод. Сейчас прокладывают центральную канализацию. Многие дома к ней уже подключены. Для этого, опять же, по федеральной программе построили очистные сооружения. Жители сразу почувствовали облегчение в плане, ну, во-первых, финансов бремени. Потому что мы собирали по 400 рублей два раза в месяц. Это 10 тысяч, грубо говоря, в год на откачку. А откачивали из Азиатских ям, там же не секрет, там и талая вода, и грунтовые воды. Дожди прошли, значит, она опять полная. То есть, а сейчас жители будут платить, исходя из потребленной кубатуры воды. И вот эти прекрасные очистные – одни из самых современных в области. Это наша отдельная гордость. И сейчас, насчет очистных-то, и сейчас идет работа по канализованию центральными сетями всего Заборского и с последующим подключением и частного, в том числе, жилого сектора. Зайдем в местную школу. Здесь учатся 120 человек. Это обычный учебный класс. Оборудованию, которое здесь есть, позавидует любая городская школа. После уроков – по желанию занятие робототехникой. Кстати, игровые роботы, которых здесь собирают школьники – это аналог роботов, которые работают на ферме в местном сельхозпредприятии. Мы муниципальная организация, наши учредители, администрация. Но мы считаем себя все-таки инфраструктурой, которая существует в общем селе. Да, и, соответственно, привлекательность сельской территории, наверное, начинается именно со школы. Потому что человек, принимая решение приехать в село, первый вопрос задает – а где его ребенок будет обучаться, в каких условиях? Для меня было очень важно посмотреть сферу образования. Потому что, мне кажется, качество жизни прежде всего начинается с того, куда может пойти твой ребенок учиться, получит ли он достойное качественное образование, будет ли оно современным, и сможет ли он потом чувствовать себя реализованным. Так вот, здесь, конечно, радуется сердце, потому что мы сегодня обсуждали, и что в детский сад идет больше, например, ребят, чем 7 лет назад. И в школе учатся уже 120 фактически человек, и это здорово. Конечно, видно, как здесь реализуются современные программы образовательные. Здесь создана точка доступа. Ребята учатся совершенно на современном оборудовании, постигают информатику, физику. Что важно, здесь очень много молодых специалистов приезжает в село, и фактически кадрами укомплектована такая небольшая сельская школа полностью. В Ильино-Заборском построены спортивные площадки с искусственным покрытием. Крытая хоккейная коробка. Сейчас полным ходом идет строительство детских площадок и благоустройство новых микрорайонов. В 2021 году в село построили новую дорогу. Мы активно предлагаем, продвигаем этот опыт и эту практику, которую мы получили в Ильино-Заборском и другим сельским территориям. У нас многие сельские территории разрабатывали подобные проекты. К сожалению, в этом году усложнилось участие в этом проекте. Конкурс, видимо, другие районы поняли удобных и выгодных условий для района участия в этой программе. И конкурс, конечно, уже серьезный на те деньги, которые выделяет Федерация. Но я думаю, что мы будем продолжать эту работу. И другие населенные пункты нашего городского округа тоже увидят. И благоустройство, и новую инфраструктуру, и современные дома культуры, и жилье для молодых специалистов. И тем самым, конечно же, сельское хозяйство, которое существует, есть, работает, оно будет дополнительно развиваться, получать новый стимул, получать новых работников, новых жителей, новые семьи, детей. И мы будем двигаться вперед. Мы только в начале пути. Вот в Ильино-Заборском 1300 жителей. В Семеновском районе проживает 46 тысяч. Поэтому нам предстоит очень многое сделать. В самом же Ильино-Заборском, взяв такой разгон, и не планируют останавливаться. Алексей Степанов сейчас активно добивается открытия в школе 10 и 11 класса. Школа-то здесь пока 9-летняя. А куда после 9 класса идти учиться? Ну, как вариант, в сельскохозяйственный техникум, который когда-то здесь был. Учебный корпус техникума находится в отличном состоянии. Работают все коммуникации. Степанов за этим строго следит, чтобы все сохранилось. Рядом общежитие, которое было построено буквально перед самым закрытием техникума. Все делегации, которые приезжают в село, Степанов обязательно везет сюда, чтобы показать, что есть база, которую нужно развивать. Обязательно будем прорабатывать этот вопрос с нашим профильным министерством образования и вообще с правительством региона. Потому что это мог бы быть и все-таки вновь в филиал техникума. Очень динамично развивается предприятие. И такие профессии, которые востребованы в сельском хозяйстве, это и агрономы, это и, например, бухгалтера, экономисты. Это то, в чем нуждается не только Елена Заборская, но и близлежащая территория. И второй момент, и даже районы, да, рядом Каверниное, я думаю, что это вполне тоже могло бы быть востребовано. А второй вариант, это, например, могут быть центры патриотического воспитания, что, мне кажется, сейчас очень востребовано. Или так называемый кадетский корпус, потому что здесь даже есть возможность, например, проживать с ребятами. Ну или такой вообще межрайонный центр патриотического воспитания тоже, мне кажется, интересный, важный вариант. Ну, будем смотреть, просчитывать все варианты. Но точно понимаю, что это и точка роста, и точка привлечения новых специалистов. И, конечно, не должно здание просто расходовать фактически бюджетные средства, и нам надо с этим что-то делать. Поэтому включили это сегодня в резолюцию нашего заседания, нашей ассоциации. Посмотрим и подумаем, как это перезапустить, дать этому новую жизнь. Я считаю и надеюсь, что в ближайший год-два у нас будет и 10-й, и 11-й класс. Чтобы родители не думали после 9-го класса, куда их детей там направлять. Вот, и если все это будет, а я уверен, это будет, но чем же мы будем отличаться от горожан? Тем, что только мы работаем на земле и корнем родную нашу родину, Россию. После всего увиденного и услышанного назвать Ильины Заборской глубинкой, медвежьим углом, язык не поворачивается. Это современный населенный пункт, где создаются все условия для комфортной жизни. И главенствующую роль в создании этих условий играет местное сельхозпредприятие. Село, оно сегодня, все и говорят там, как-то вот умирает. Я бы не сказал, я бы сказал, что село, оно сегодня возрождается. Я уверен, что благодаря вот таким программам, поддержкам, мы способны на большее. И я считаю, что если мы возродим сегодня село, то мы будем возрождать в целом Россию. Вот такие села у нас есть в Нижегородской области. Села, где люди хотят жить и работать, где люди живут и работают, и уезжать оттуда не собираются. Сейчас у нас в программе короткий блок рекламы. После чего перейдем к нашей музыкальной страничке, к рубрике «Клуб». Продолжаем программу. И пришло время нашей постоянной и любимой многими нашими зрителями рубрики «Клуб». Сегодня в нашем сельском клубе для вас со своим аккордеоном выступает Михаил Низов из Воротынского района. Песня «Клуб» Песня «Клуб» У солдата суровая служба, как нужна ему девичья дружба. Тем нежнее, тем нужнее, тем нужнее, тем нужнее. О подружке моей чернопробой знают все в нашей роте стрелковой. Наша рота, эх, пехота, эх, пехота, эх, пехота. Эх, пехота, эх, пехота. Я родную страну охраняю, ты дождешься солдата, я знаю. Помни свято, жди солдата, жди солдата, жди солдата. Помни свято, жди солдата, жди солдата. Жди солдата. Это все, о чем я сегодня хотел вам рассказать. Мы, как всегда, встретимся с вами через неделю на канале ННТВ. И, как всегда, будем говорить о жизни. О простой деревенской жизни, без прикрас. О людях, которые живут на селе, о сельскохозяйственном производстве и о путях вывода села из кризиса. Ну, а если у вас есть что-то интересное, о чем вы хотели бы рассказать нам, поделиться со зрителями нашей программы, пишите наш адрес 603-950, Нижний Новгород, улица Белинского, 9А, ННТВ, программа «Земля и люди». Мне, Николаю Таланову. Увидимся через неделю. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин